сегодня хочу рассказать о новом нашем приборчике таком VR006 значит это роутер с измененной прошивкой почему именно такое устройство мы решили сделать потому что все устройства которые сейчас на рынке есть они не универсальны то есть например нам надо опросить счетчик ну допустим от Mercury 206 счетчик замечательный но часто например у него нету ничего кроме оптопорта ну допустим я просто предусмотрел 231 и получается что просить его можно только единственным способом вот через оптоинтерфейс я взял для примеру наш вот оптоинтерфейс вот такой VR005 взял 206 счетчик и вот это такое вот устройство значит на борту у него есть Ethernet разъем разъем для питания USB разъем ну вот в частности USB разъем нам и нужен то есть мы будем опрашивать счетчик через преобразователь интерфейсов USB оптопорт для этой цели значит мы включаем это устройство вот оно начинает инициализироваться когда у него буквально здесь вот начнут моргать все светодиодики это значит что оно уже включилось оно по умолчанию находится в режиме роутер и значит организует Wi-Fi сеть от OpenVRT вот в частности мы вот оно сейчас включилось мы попытаемся сначала подключиться самым простым способом то есть мы увидели в списке сетей Wi-Fi это сеть вот OpenVRT она по умолчанию сначала не закрыта ничем то есть в дальнейшем вы можете поставить пароль на нее но сейчас вот она ничем не закрыта мы к ней подключаемся идет подключение но она по-настоящему уже подключилась просто у роутера сейчас нет интернета и поэтому он показывает вот такой значок без доступа к интернету называется но это не важно сейчас получается наш компьютер соединен с Wi-Fi вот таким роутером и со счетчиком Mercury 206 как видите вот на корпусе написано что по умолчанию адрес 192.168.1.1 порт 7001 вот именно по этому адресу он сразу же из коробки начинает работать то есть если мы включим например конфигуратор счетчиков Mercury вот у меня уже задан этот адрес 192.168.1.1 канал TCP IP мой счетчик сетевой адрес имеет нулевой но если вы будете брать из магазина счетчик то у него адрес равен 8 цифрам серийного номера ну то есть серийный номер 8 цифр вот такой будет сетевой адрес и по умолчанию мы сразу же в этом режиме роутер можем соединиться со счетчиком Mercury 206 нажимаем соединить и как видите буквально через секунду мы видим служебную информацию то есть произошло соединение с этим счетчиком и если вот взглянуть на роутер то тут тоже видно что идет обмен по Wi-Fi идет обмен по USB вот это режим из коробки режим роутера то есть счетчик будет сходу работать ну например вот мы журнал прочитаем сразу же из коробки если вы решите опросить свой какой-нибудь электро счетчик типа Mercury или другой не это совершенно неважно то есть имитируется последовательный интерфейс и по порту 7001 вы сможете опросить любой электро счетчик в принципе используя адаптеры вот либо USB OptoPort либо USB RS-485 CAN либо USB IRDA то есть совершенно любой можно магистрали опрашивать или так далее то есть сейчас я вам рассказал только об одном режиме о режиме роутер также хочу сказать что устройство VR006 обладает веб интерфейсом вот я возьму покажу как с ним соединиться то есть сейчас у нас мы вводим адрес 192.168.1.1 через веб интерфейс мы попадаем на страницу авторизации вот с завода изготовителя вот на корпусе написано что идет логин root пассворт админ то есть нам необходимо ввести здесь вот админ и войти мы попадаем на страницу статуса то есть мы соединились с нашим Wi-Fi роутером вот в частности мы видим что компьютер наш состыкован с сетью OpenWareT стопроцентный сигнал так вот я вам рассказал как бы об одном режиме этот роутер имеет несколько режимов но вот о каждом буду рассказывать последовательно то есть вот об этом режиме я рассказывал на примере моего товарища который захотел опрашивать электросчетчик который находится на другом этаже дома и ну интернета у него в доме нету получается что вот в этом режиме роутер можно было опросить этот электросчетчик с помощью вот нашего VR006 кстати после того как вы установили уже соединение вы можете поменять пароли тут значит система управления можно значит поменять пароль входа в роутер и можно например допустим установить пароль на Wi-Fi то есть вот сеть Wi-Fi редактировать безопасность беспроводной сети и вот здесь вот можно установить например WPA2 PSK и установить ключ какой вы хотите после этого нажимают сохранить применить с этого момента сеть станет закрытой OpenVRT на данный момент конец следующий я буду рассказывать как этот роутер сформировать в режим клиента Wi-Fi сети и что 1963 Продолжение следует...